Здравствуйте! В эфире город С и Татьяна Дмитриева. Что меняется в правилах сдачи ЕГЭ, как подготовиться к экзаменам и не допустить ошибок при сдаче? Об этом говорим сегодня и в нашей студии заместитель министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Светлана Юрьевна. Скажите, пожалуйста, вот если начать с истории, когда в нашей жизни появился ЕГЭ и почему, собственно, возникла такая необходимость? Вот заглянем немножко в прошлое, чтобы понять, как он меняется со временем теперь. ЕГЭ появился как вид экзамена и государственной итоговой аттестации в 2001 году. Пять регионов страны решились на этот эксперимент, в том числе и Самарская область, и все остальные регионы в штатный режим подключились только в 2009 году. История создания единого государственного экзамена была связана в первую очередь с уменьшением нагрузки на ребенка. То есть вы помните, была система «сдаю выпускные экзамены в школе», потом как бы «сдаю вступительные испытания в институт». Вроде бы как школу закончили, а результатам школы не доверяем. Поэтому вот в основе принцип основной был соединить вот эти два экзамена в одно. Но, честно говоря, хочу сказать, 16-й раз в этом году будет проходить ЕГЭ. Это достаточно длинный путь и достаточно серьезная эволюция. То есть сравнивать то, что было в 2001 году ни с точки зрения организации, ни с точки зрения содержания, конечно, нельзя. Серьезный процесс, который надо отметить многие страны, потому что национальные экзамены проходят во всех странах мира. И там система двигалась очень давно. Но мы с вами помним, когда в 1936 году тестология была признана незаконной наукой тогда в Советском Союзе. И поэтому мы немножко отставали. Вот все-таки за этот период мы успели выйти на достаточно такой серьезный уровень, сопоставимый с другими странами. А в этом году будут какие-то изменения по сравнению с прошлым? На что нужно обратить внимание или в принципе нет? Вы знаете, в принципе серьезных изменений не произошло. Во-первых, чуть-чуть изменились контрольно-измерительные материалы, потому что мы не называем это тестом. Это действительно контрольно-измерительный материал. Ушла тестовая часть, ту, которую принято было называть угадайкой, где ставились крестики, еще из целого ряда предметов, из четырех. И таким образом, вот из тех предметов, которые сейчас есть, 50% уже этой тестовой части не имеют. Хочу сказать, что это очень серьезное достижение. Вот европейские страны говорят, что мы опередили очень много, потому что они-то как раз в национальных экзаменах используют только задания закрытого типа. А у нас есть развернутые ответы, сочинения, решения, то есть достаточно серьезный уровень. Это первое. Второй момент, скажем такой, немножко изменился порядок проведения в части закрепления каких-то норм. Ну, мы с вами помним, что ни участники ЕГЭ, ни те, кто проводит экзамен организатора, не могли пользоваться средствами связи, мобильными телефонами, да, и так далее. В этом году эта норма введена, например, и для членов предметных комиссий, кто проверяет эти задания. Вот тоже такое изменение. И если мы говорим про технологию, а экзамен очень сильно технологически меняется, мы в этом году опробуем на некоторых только пунктах новую модель, связанную с тем, что контрольно-измерительные материалы будут печататься прямо в самом пункте проведения. С одной стороны, мы не доставляем, их не тратим ни времени, силы и экономия ресурсов. С другой стороны, ребята видят, что на их глазах появляются материалы, и тут же им раздается, вот так информационно защищается экзамен. Если все хорошо у нас пройдет, то мы, значит, пролонгируем на следующий год и на другие пункты проведения. Понятно. А что является допуском ученика к сдаче экзаменов, с чего начинается ЕГЭ? Вот все могут сдавать, и все подходят к этому или нет? Или есть исключения? Есть, конечно, исключения. Ну, пользуясь случаем, конечно, хочу всех поздравить с сегодняшним днем, последний звонок, такой с легкой грустью праздник, прощание со школой. И вы знаете, вчера прошли последние педсоветы. К моему глубочайшему сожалению, 166 выпускников Самарской области не будут допущены к единому государственному экзамену. Основанием к допуску являются две позиции. Первая – написание на зачет сочинения, второй год идет у нас такая процедура. И вторая позиция – это освоение всего учебного плана старшей ступени и получение оценок не ниже удовлетворительной. Вот 166 ребят не смогли с этим справиться и будут пробовать только через год. А вообще, если говорить о содержании экзамена, оно усложняется или нет? Или, в принципе, из года в год какие-то нормы, нормативы, познания? Скажем так, содержание экзамена соответствует тем нормативным документам, которые есть. В первую очередь, минимумы содержания образования. И тем образовательным программам, которые есть. При этом, поскольку экзамен должен дифференцировать детей по уровню подготовки, в любом контрольно-измерительном материале, по любому предмету, есть разные задания. Есть задания базового уровня, есть задания повышенного уровня и есть задания высокого уровня. Как правило, вот в этой последней части с развернутым ответом, там, пятое или шестое задание, в разных кимах разное количество заданий, есть задания практически олимпиадного уровня, которые подвластны отдельным только детям. И это позволяет всю совокупность выпускников дифференцировать по уровню подготовки. Но при этом есть задания, которые абсолютно простые, которые, по сути дела, должен решать каждый выпускник школы. Да. И теперь к моментам организации самого экзамена. Вот что делать, допустим, в случае, если ученик заболел или переволновался, просто уделся буквально вечером до экзамена или утром? Да, ничего страшного, абсолютно. В этом году мы вот начинаем экзамен в пятницу, 27 мая, и будем этот экзамен продолжать аж до 30 июня. Вот такое у нас длинное расписание, специально, удобно, чтобы мы, не торопясь, могли все провести. Если ребенок себя плохо почувствовал, значит, необходимо, конечно, обратиться к врачу, предупредить школу о том, что ребенок не явится на экзамен, поскольку он заболел. И потом, когда будет получена справка, надо ее просто принести в школу, и мы предоставим ребенку возможность сдать этот экзамен в резервный день. Но есть, уважаемые родители и уважаемые участники экзамена, еще один очень важный момент. Если вам стало плохо в момент проведения экзамена, когда вы находитесь в пункте проведения, в каждом пункте проведения есть медицинские работники, здесь мы очень тесно работаем с Министерством здравоохранения, надо обратиться к организатору, вас отправят в медпункт, и если действительно есть показания к этому, вы прервете экзамен по уважительной причине, и когда вам станет лучше, в резервный день мы опять вас предоставим возможность еще раз написать этот предмет. Да, страшного, в общем-то, ничего нет. К нам поступает первый вопрос от телезрителей, напомню, телефон 202-11-22, наша тема сегодня беседы ЕГЭ, ваши вопросы адресуете нашему гостю. Вера Ивановна интересуется, как пересдать ЕГЭ, в прошлом году сын не сдал математику, можно ли это сделать в этом году? Вот на год может такое затянуться, мы только вот начали говорить про сроки. Конечно, было можно это сделать, но необходимо было до 1 февраля подать заявление на сдачу единого государственного экзамена, чтобы мы включили данного участника в базу. Вот, кстати говоря, 56 ребят, которые в прошлом году не смогли получить аттестаты и не сдали ЕГЭ, в этом году такие заявления подали. Если до 1 февраля вы, как законный представитель или сам ребенок, это не сделали, то, значит, давайте в следующем году до 1 февраля обязательно подаем заявление, и тогда можно участвовать еще раз. Есть ли какие-то моменты, которые, так скажем, не простятся, вот нарушение какого-то режима приведет к таким вот очень неприятным негативным последствиям, вот чтобы еще раз на это обратить внимание? Может кто-то по незнанию или при попытке что-то сделать? Давайте еще раз расскажем, потому что это принципиально важный вопрос. Нужно понимать, что нарушение порядка проведения, а сейчас я перечислю, что является нарушением для ребят, закончится не получением аттестата. Потому что участник, удаленный с экзамена за нарушение установленного порядка, лишается возможности еще раз сдавать в этом году. А это значит, он и не получит аттестат, и не сможет поступить в учреждение высшего или среднего профессионального образования. Значит, начнем с этого. Что ребенок может с собой иметь на едином экзамене? Черная гелевая или капиллярная ручка? Шоколадка, паспорт, вода в бутылке, если необходимо, шоколадка. Надо сказать, что у нас есть участники с ограниченными возможностями здоровья, для них мы создаем все условия, и у них есть отдельное продление времени аудитории для принятия пищи, для всяких медикаментозных процедур. То есть здесь мы все отрегулировали абсолютно точно. Вот это то, что можно иметь с собой. Чего нельзя? Нельзя иметь при себе телефон. И обращаю внимание, не просто пользоваться, а иметь при себе телефон, аудио, видео, средства связи, хранители информации, не только в виде, скажем, флеш-носителей, но и бумажном виде. Справочные материалы, то, что мы называем шпаргалками, еще какие-то вещи. Вот это все запрещено. Еще очень важный момент. В момент проведения экзамена ребята не могут общаться между собой, переписывать или копировать кимы, или выносить эти кимы из аудитории. Это тоже запрещено. И, наконец, еще один важный пункт, выделенный в порядке, экзаменационная работа должна выполняться участникам самостоятельно. Поэтому любые попытки со стороны взрослых, организаторов, каких-то иных людей повлиять на результаты, неизбежно приведет к аннулированию результата. И поэтому я очень прошу, уважаемые выпускники, в первую очередь, не лишайте себя этой возможности. Вы закончили школу, вы хорошо занимались, и я уверена, что на те баллы, на которые вы учились, вы вполне напишите единый государственный экзамен. Да. А теперь к контролирующей стороне. Кто и как контролирует вот этот процесс сдачи? И, может быть, такие ситуации возникают, которые попытаются оспорить. Допустим, вот ученик или родители ученика, которые потом вмешаются, будут не согласны. У нас ежегодно есть такие абсолютно ситуации. Ну, во-первых, что касается контроля. У нас стопроцентное онлайн-наблюдение в этом году. В каждой аудитории есть видеокамеры. Все это выводится и в ситуационный центр здесь, в Самаре, в ситуационный центр в Москве. И все это записывается в том числе. Поэтому как бы очень легко проверяется. Все это первое. Во-вторых, у нас есть общественные наблюдатели. Я хочу сказать, что в этом году очень велика активность людей, которые хотят изнутри увидеть этот экзамен. И, в принципе, мы относимся к этому очень хорошо. Мы этих людей всех проучили. Они знают порядок. Они понимают, что можно, что нельзя. Но они не имеют права вмешиваться в ход экзамена. 369 общественных наблюдателей мы аккредитовали. Из них 57 студентов высшего профессионального образования и учреждений. В том числе члены Российского союза молодежи, которые очень тесно сотрудничают с нами и с Рособоронадзором. Ну, плюс, конечно, будут члены ГЭК, которые привезут материалы и будут осуществлять контроль. Что касается вещей, связанных с каким-то недовольством, мы это называем апелляцией. То есть можно подать апелляцию по процедуре. То есть абсолютно точно, дорогие участники, вы должны понимать, что если не были соблюдены правила проведения экзамена, а потому что правила есть не только для детей, но и для организаторов, и если вам не были созданы соответствующие условия, вы, не выходя из пункта проведения, просите бланк заявления и заполняете апелляцию по процедуре. Сейчас это очень легко все проверяется. Мы берем видеозапись, просматриваем все, что происходило в пункте. Если факт подтверждается того, что ребенку был нарушен порядок проведения, а были у нас такие случаи, когда, например, не очень хорошо звучала запись аудирования на иностранном языке, были открытые окна, и мы признаем эти факты и даем возможность ребенку еще раз экзамен пересдать. Если вы не согласны с полученными баллами, и такой вариант может быть, значит, у вас на это есть два рабочих дня после официального получения результатов. Нужно пойти в свое образовательное учреждение, написать бланк о несогласии с выставленными баллами, заполнить бланк апелляции, и мы еще раз со специалистами высочайшего уровня пересмотрим вашу работу. У участника будет возможность пособеседоваться с экспертами, посмотреть еще раз, может быть, что-то доказать и показать. Но сразу хочу сказать, что минимальное количество работ всегда пересматривается, потому что та часть развернутых ответов проверяется двумя экспертами независимо, и если мнения этих экспертов не совпали, назначается третий эксперт, который выносит вот такой окончательный вердикт. Но все равно такое право есть, и этим можно воспользоваться. Два дня есть только. Два дня рабочих после официального дня. И, кстати, еще раз пользуясь случаем, хочу сказать, портал поддержки ЕГЭ в этом году работает в том же режиме. Вводя свои паспортные данные, можно увидеть все свои результаты, в том числе и результаты оценивания и выполнения своей работы. Поэтому, не выходя из дома, можно увидеть все, что ты сделал. Да. Следующий вопрос. Каждый год спорят о ЕГЭ. Будут его отменять или заменят на что-нибудь другое? Ну вот со стороны все-таки споры идут или нет? Мне кажется, уже привыкли люди к этому. Вы знаете, сейчас уже практически споров нет, потому что мы обсуждаем содержание экзамена. То есть то, что национальному, а это мы можем с вами назвать национальным экзаменом, это есть во всех странах мира, быть абсолютно точно. Вопрос в какой форме и что мы проверяем. Потому что мы с вами прекрасно понимаем, что большая часть учителей старшей школы ориентирована на подготовку ребят именно к единому государственному экзамену. Что проверяем, тому и будут учить. Поэтому для нас вот это принципиально важно. На наш взгляд и на мой экспертный взгляд, один из основных минусов ЕГЭ – отсутствие устной коммуникации. Все-таки это письменная работа. Мы в своем регионе предпринимаем значительные усилия, когда-нибудь отдельно об этом поговорим, чтобы компенсировать вот эту часть. Вы знаете, что аналогом ЕГЭ является основной государственный экзамен в девятом классе. Вот контрольно-измерительные материалы девятого класса – это прообраз того, что мы дальше будем видеть ЕГЭ. Потому что в химии и физике выполняется практическая часть. Вот завтра девятиклассники будут задавать химию. Есть задание, в котором взял реактивы, все это сделал, вычислил, поработал руками, на практике предъявил свои знания. Информатику будут завтра сдавать. Несколько заданий выполняется на компьютере. Абсолютно понятно, что именно в эту сторону нужно двигаться. Ну, в ЕГЭ у нас хорошо, что вернулось. Мы очень это поддерживали. Устная часть в иностранные языки. И ближайшая перспектива – введение устной части в другие гуманитарные предметы. Дети должны говорить. Конечно. Но особенно на иностранном языке уж точно. И о результатах, о баллах. Вот с какими баллами можно проходить в институт, в дальнейшее высшее заведение. А какие уже можно и не пытаться? Вот это тоже нужно знать. Ну, во-первых, каждому необходимо открыть шкалу, которая утверждена, минимальных баллов ЕГЭ Рособранадзором. Она утверждена в прошлом году и не менялась в этом году. Я бы акцентировала внимание на двух обязательных предметах. Потому что здесь разнятся баллы для получения аттестата и для поступления в ВУЗ. Возьмем предмет «Русский язык». Для того, чтобы просто получить аттестат, нужно выполнить не менее чем на 24 тестовых балла по стубальной шкале. Но если вы планируете поступать в высшее учебное заведение, и у вас меньше, чем 36 баллов, вы не сможете даже предъявить туда свои результаты. Математика на профильном уровне 27 баллов, на уровне базовой математики не меньше тройки. То есть здесь нужно внимательно смотреть. Этот перечень баллов утвержден по каждому предмету, но надо понимать, что у каждого ВУЗа есть право установить иные баллы, но не ниже тех, которые установлены Рособранадзором. Вот условно говоря, есть у нас минимальный балл по физике 36, вот если вы посмотрите на сайты ВУЗов, а мы анализируем такую информацию на отдельные специальности, он устанавливается и 45, и 50, и 55. Поэтому здесь нужно просто открыть ВУЗ, сайт ВУЗа, и там до 1 ноября все ВУЗы разместили эту информацию, она открыта. Понятно. Мы понимаем, что ЕГЭ, эти баллы, по их результатам можно проанализировать успеваемость из года в год учеников. Вот как меняется картина успеваемости, вообще баллов? Повышаются они знания или нет? Или, собственно, на одном, приблизительно, на том же уровне остаются из года в год? Если мы проанализируем это за 16 лет, то картина у нас с вами не будет очень стабильной, и мы обычно так не сравниваем, почему. Сильно менялись контрольно-измерительные материалы, невозможно сопоставлять их. Общая тенденция, если мы возьмем, скажем, последние лет 5, это увеличение средних баллов. Ну, знаете, я очень осторожно отношусь к средним баллам, вот этой к средней температуре по госпитту, потому что она ничего не показывает, по большому счету. Ну, вот давайте скажем так, физика, да, приоритетный предмет для региона, уже остановлюсь на нем. Минимальный балл 36. Средний балл наших участников по Самарской области 52,4 по прошлому году. Видите, какая разница? То, что наши баллы выше, чем по России в целом, это абсолютно точно всегда. Самарская область в этом плане всегда опережает. Но в этих 52,4 есть тоже очень разный веер результатов, и для нас это тоже очень принципиально. Есть 9 человек, которые получили 100 баллов. Это очень серьезный результат. Такого количества 100-бальников в Самарской области по физике не было давно. Они были, но не в таком количестве. Есть целая группа большая детей, получивших свыше 70 баллов. Но, увы, и есть небольшая группа, кто не преодолел эти 36 баллов. И мы понимаем, что это вопрос... Поэтому средний результат, да, он не показателен. Но я хочу что сказать, что принципиально важно. Важно заниматься и получить тот результат, который ты должен получить. Потому что и со 100 баллами можно поступить, и с 50 баллами можно поступить, и с 40 тоже. Только это будут разные, либо среднее профессиональное образование, либо высшее, и вот веер специальности. Поэтому вот так. Следующий вопрос задает Галина Владимировна. Велика ли вероятность того, что экзамен по иностранному языку станет обязательным? Скажем так, для тех ребят, которые идут по новым федеральным государственным образовательным стандартам, это будет абсолютной нормой. Но мы с вами понимаем, что это произойдет не раньше 2018-2019 учебного года. Пока мы не готовы к этому, не на уровне федерации, потому что мы же прекрасно понимаем, здесь придется вводить уровневый экзамен, как в математике, базовый и профильный. Потому что есть ребята, которые изучают язык на углубленном уровне, есть те, кто изучает на базовом. К этому нужно готовиться. Но вот хочу сказать, что мы в этом году, понимая, что нынешние шестиклассники могут попасть в такую ситуацию, провели региональную контрольную работу по иностранным языкам, чтобы посмотреть. Но самое главное для нас было не получить результаты, а вот сейчас выстроить коррекционную работу, немножко поменять программы, часть учителей провести через курсы повышения квалификации. Серьезная, колоссальная работа. Мы к этому готовимся. Не волнуйтесь, товарищи родители, делаем все, чтобы это прошло абсолютно нормально для тех ребят, для которых иностранный язык будет обязательно. Вы уже сказали, что мы сильны в физике. Вот интересна картина по стобальникам в Самарской области. Много таких учеников успешных? Я бы сказала так, не самый сильный предмет физика, но мы с ним очень интенсивно работаем, потому что, давайте скажем так, по всем предметам 14, которые есть, наши результаты свыше 50 баллов. У нас нет предметов, где ниже. Но при этом у нас есть предметы, где выше 70 средний балл. Вот, например, русский язык. 109 стобальников было в прошлом году. И средний балл 71,5. Это очень высоко. Или другой предмет, например, английский язык. Но там сдаёт малое количество детей, ориентированных на то, что они будут продолжать. И понятно, что результат высочайший, там под 80. Поэтому стобальники есть, они есть всегда. Это в основном единичные дети, про которых мы знаем. Видите, когда мы получаем стобальный результат, мы всегда смотрим, а этот ребёнок проходил у нас через Олимпиады, а он у нас был в конференциях. Случайных детей в этих списках нет. И мне бы хотелось сказать, что в прошлый год был для нас ещё, знаете, каким интересным. Это редкая такая вещь. Вот за те 16 лет, что я занимаюсь, Игорь, 15, да, вот 16-й год, у нас было 6 выпускников, которые получили 100 баллов по двум предметам. То есть вот такие 200-бальники. А как они поощряются и мотивируются? Вот что их мотивирует? 100 баллов что даёт вообще? Преимущества какие? На самом деле мы с вами понимаем, что это стопроцентное поступление в лучшие вузы страны. В лучшие вузы страны. Потому что 200 баллов плюс ещё, допустим, 80 баллов по какому-то ещё одному предмету, а как правило эти дети учатся хорошо, это стопроцентное гарантированное поступление. Конечно, на уровне и муниципалитетов, и области мы чествуем этих детей, потому что большая часть из них, да практически все, это ещё и медалисты. То есть это наш золотой фонд, золотой фонд, и Николай Иванович, наш губернатор, сам вручает им и награды, и медали. И мы каждый раз, знаете, с необыкновенным чувством на них смотрим. Но самое главное для нас, что тенденция оставаться здесь в регионе, она сохраняется и становится модной для выпускников. То есть если раньше огромное число вот таких детей уезжало, то сейчас мы видим, что они остаются здесь. Конечно, наш национальный университет. Конечно, медицинский вуз с высочайшими баллами. То есть вот эти дети остаются здесь, и наши вузы умело создают для них условия. Это очень важно. Да. И есть такие категории спортсмены, дети, ученики, еще, может быть, какие, в отношении которых, может быть, существуют какие-то льготы. Ну, не льготы, а вот как-то вы им идете навстречу? Вот раньше как было? В вузах там спортсмен или что-то? Вот тебе там, и сдавай позже, или раньше, как хочешь. Мы навстречу идем в каком плане? Конечно, вот у нас прошел в апреле досрочный период. Досрочный период сдачи, как раз там была большая группа наших спортсменов, входящих в молодежные сборные страны. И они сдали чуть раньше. И вот, честно говоря, поделюсь, порадовались все выпускники текущего года, кто сдавал досрочный период. Все сдали очень удачно, у нас нет таких вещей. Надо сказать, что в этом плане больше работают высшие учебные заведения, потому что в правилах приема на основании федеральных правил есть отдельный раздел учет индивидуальных достижений выпускника. Или абитуриента у них, вернее. В этих индивидуальных достижениях все. Начиная от золотой медали, потому что присваивается определенное количество волос, до побед и участия, и наличия разных конференций, спортивных состязаний, паралимпийских, олимпийских, еще каких-то игр, которые балируются и которые засчитываются. Золотой значок ГТО. Если ты имеешь этот значок, то каждый вуз страны практически добавляет тебе от 1 до 5 баллов за этот значок к твоей общей сумме. То есть, конечно, меры поддержки одаренных ребят, они существуют, и абсолютно понятно, что в этом направлении будет дальше развиваться. То, что мы называем портфолио, оно будет, конечно, в ближайшее время появляться больше и больше. Первые шаги сделаны. Единственное, о чем я глубоко сожалею, ни один из вузов Самарской области в этом году не воспользовался правом данным им засчитывать дополнительные баллы за то итоговое сочинение, которое написали все самарские выпускники. Колоссальная работа была проведена, ребята старались, и для нас это был очень серьезный этап, потому что мы подошли к этому серьезно. Важно не просто было написать сочинение, а было важно прочитать книги одну, две, в полном объеме, проанализировать, выбрать ту, которую ты любишь, и поэтому ребята готовились к этому хорошо, серьезно, но вот вузы нашей Самарской области не приняли это в этом году. Надеюсь, что в следующем году ситуация поменяется. И вот еще такой вопрос, стрессовая составляющая при сдаче, раньше вот как экзамены сдавали, а сейчас ЕГЭ, она уменьшается у учеников или нет? Мне кажется... Самая, знаете, самая волнующаяся категория, это я уже из опыта говорю, это родители, это родители. Ребята относятся к этому проще. Почему? Потому что в течение 10-11 класса они пробуют сдавать этот вариант. У нас есть пробные результаты, у нас есть пробный единый государственный экзамен, у нас есть региональные контрольные работы в формате, проходящие, похожим на это. Поэтому, в принципе, хотя я считаю, что хорошее волнение, оно должно присутствовать, это абсолютно такая стимулирующая вещь. Единственное, что нужно для себя понимать, что очень важно сконцентрироваться и сделать это так, как ты это умеешь делать. У каждого ребенка, и мы учителей очень нацеливаем на это, есть определенная стратегия выполнения работы. То есть, ведь ребенок прекрасно знает все задания и темы, которые он знает хорошо. Поэтому здесь очень важно, чтобы педагог ему объяснил, что сначала ты быстренько делаешь вот это, остается время, ты возвращаешься к вот этому и концентрируешься на очень важных для тебя заданиях. Я думаю, что вот использую это, конечно, все, если ты знаешь предмет, то ты, конечно, справишься и с единым государственным экзаменом. Да. А следующий вопрос прозвучит, может быть, немножко даже как-то. Когда нужно начинать готовиться к ЕГЭ? Понятно, что вы скажете с первого класса, с первого дня. Нет, вы знаете, я так не скажу. Нет? Я так не скажу абсолютно, потому что не надо готовиться к ЕГЭ. Это то, вот, что мы обычно, знаете, серьезно спорим с нашими некоторыми отдельными учителями. Важно осваивать программу по предмету. Важно научить математике или русскому языку. И совершенно тогда не важно, будет ли это обычная контрольная работа, или это будет единый государственный экзамен, или это будет устное собеседование. Если ты знаешь предмет, я вот это уже произнесла, тебе не важно, в какой форме ты его будешь знать. Другое дело, что на старшей ступени, конечно, необходимо ознакомить со структурой, с подходами, с системой оценивания, для того, чтобы ребенок очень четко вот это понимал. Но на самом деле ЕГЭ – это лишь форма освоения материала. Знаете, приведу один пример. Четыре года назад у нас немного поменялись тесты и контрольно-измерительные материалы по математике. И те школы, в которых, скажу это, нелюбимое мною слово, натаскивали на ЕГЭ и бесконечно решали задания одни и те же, провалили свои результаты. Потому что чуть изменилось задание, а ребенок уже не способен его выполнить. Поэтому сейчас большая часть наших учителей прекрасно понимает, что нужно осваивать предмет. Да, у нас остается немного времени. И вопрос от Ирины Юрьевны поступил. 18 мая на совещании с завучей был дан инструктаж по ЕГЭ специалистам, что после входа в пункт проведения экзамена ребенок не имеет права даже снять пиджак, который был на нем до входа. Так как не предусмотрено помещение для хранения вещей на пункте, будет очень жарко. Это согласуется с правами ребенка или нет? Большое спасибо за вопрос. Хорошо бы узнать, какая территория, потому что мы должны понимать, во-первых, места для хранения вещей должны быть в каждом пункте проведения. Вот сейчас мы ведем проверку готовности пунктов, потому что абсолютно понятно, что ребенок, который приезжает не из своей школы, имеет с собой и сумку, и может оставить и телефон, и запасные вещи, и зонтик, и переобуться. Поэтому такие места абсолютно точно есть. На уж что он не может снять пиджак, ну, дорогие коллеги, ну, это же и не тюрьма, это же экзамен, это наши выпускники. Конечно, может. И даже если в аудитории ему стало жарко, пусть ради бога снимет, аккуратно повесит. Наша только основная задача, чтобы он из карманов ничего не доставал и с собой не принес. Вот эти правила вы уже озвучили. Я еще раз хочу обратиться в первую очередь к организаторам. У нас, к сожалению, заканчивается время. Но все советы, самые главные, вы дали. Спасибо за то, что пришли к нам в студию. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова